Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Допуск по сертификатам по вакцинации на массовые мероприятия в торговые центры, предприятия, общепита вполне оправдан. Но что касается медучреждений, то в них ограничений по допуску быть, конечно, не должно. Надеемся, что федеральные парламентарии услышат нас и учтут этот момент в ходе окончательного принятия закона. Это позиция не только депутатов Кошкарстана, но и наших избирателей, жителей республики. Напомню, ограничения планируется ввести до 1 июня. При этом окончательное решение о перечне мест, где потребуется предоставлять сертификат о вакцинации, будут принимать региональные власти. 85 семей поселка Приютово Бельбеевского района переселили из аварийных в новые дома. На реализацию соответствующей программы направлено более 145 миллионов рублей, сообщили в Минстрое республики. Из них средства фонда ЖКХ составили 128 миллионов рублей. Бюджеты республики более 2,5 миллионов, муниципалитеты 15 миллионов рублей. Всего в новые квартиры переедет 188 человек, которые раньше проживали в 11 аварийных домах. Расселение аварийного жилищного фонда в республике проводится в 19 муниципалитетах. Запланировано расселение 134 аварийных домов. Условия проживания улучшат почти 3000 жителей. На эти цели из всех источников финансирования, в том числе средств фонда ЖКХ, направят 1 миллиард 820 миллионов рублей. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллары и евро растут. Американец на 4 копейки, курс 74,56, евро на 78 копеек, курс 85 рублей 45 копеек. И лучшие обменные курсы. Покупка доллара в БКС банке за 74,91 и продажа доллара в Солидбанке за 75 рублей 5 копеек. Наиболее выгодный курс покупки евро в БКС банке за 85,89 и продажа в Солидбанке за 86 рублей 2 копейки. У меня на этом все. Всего доброго, хорошего дня.